Накануне нового учебного года в Ненинском округе прошла традиционная педагогическая конференция, так называемый Большой Педсовет. В этом году в проведение педагогической конференции вмешалась пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения. Большой Педсовет прошел в усеченном формате в актовом зале 4-й городской школы без приглашения большого количества педагогов и церемоний награждения ведомственными наградами. В мероприятии участвовали только руководители образовательных учреждений Нарьинмара. В департаменте образования считают, что педагогическое сообщество в полном составе сможет встретиться в октябре на праздновании профессионального праздника Дня Учителя. Новый учебный год с соблюдением всех необходимых ограничительных мер для учителей и их учеников начинается в привычном для всех формате. Об этом, открывая конференцию, говорил и временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа. Новый учебный год, как и Новый год, невозможно отменить. Он все равно наступает, и все школы открываются. И очень хорошо, что в этом году, несмотря на особые условия, мы начинаем учебу очень. Никакое дистанционное обучение не может заменить живого общения учителя со своими учениками. И какие бы цифровые технологии мы не внедряли, все равно через экран компьютера невозможно впитать доброту и теплоту учителя. Отличительной особенностью педсовета в 2020 году стало обсуждение совершенно новой для системы образования темы. Это организация обучения в условиях строгих ограничительных мер, связанных с COVID-19. Собравшиеся отметили, что пандемия бросила вызов не только медикам, но и педагогическому сообществу. Все образовательные и дошкольные организации вынуждены были уйти без предварительной подготовки на дистанционное обучение. Давайте с вами пробежимся сейчас по экзамену, который у нас будет происходить завтра. У всех есть доступ на Яндекс.Диск с домашними заданиями. Смотрите, я вам сейчас скриншот сделаю, демонстрацию экрана. Электронные образовательные площадки и методы проведения видеоконференций осваивались педагогами и учениками, как говорится, в режиме онлайн. Подводя итоги дистанционного обучения, в департаменте образования отметили, что не все педагоги и учащиеся были готовы к такому формату. При большой загрузке сбой давал и интернет. Как выяснилось, не все школьники имели соответствующее оборудование для занятий на дистанционке. Только 87% были обеспечены всем необходимым. Трудности возникали у многодетных семей, если в семье сразу несколько школьников. Ну, очень сложно регистрироваться, когда на сайтах, задания бывают на время. И вот был у меня момент, я делала задание, и у меня вылетела работа, и я очень боялась, что я не успею зайти до того, как у меня выйдет время. И это очень страшно, потому что ты не знаешь, как объяснить это учителю, и могут не поверить. Вот, это очень сложно. Ну и бывают, конечно, сложности, потому что дома не всегда тихо. К обеспечению программы дистанционного обучения привлекали и телеканал «Север». С помощью учителей шестой школы в общей сложности мы сняли и смонтировали 33 урока для начальной школы, которые транслировали в телевизионном эфире и в интернете. Сложность заключалась в том, что школьные электронные доски не воспринимал объектив камеры, и нашим монтажерам приходилось заново создавать их телевизионный аналог. Итак, дистанционное обучение, вызов принят, выводы сделаны. Конечно же, не только о дистанционке шла речь на августовском педсовете. Говорили о том, какие вопросы удалось решить в прошлом учебном году и продолжить в наступающем. В частности, во всех школах были обновлены компьютерные классы. В 2019 году в 13 школ провели скоростной интернет. Интернет такого же качества появился в этом учебном году еще в шести учреждениях образования. А в ряде городских школ 1, 3 и 5 откроются центры гуманитарного цифрового профиля «Точка роста». Пожалуй, самое значимое событие для системы образования – это открытие новых современных школ. В этом учебном году в округе откроются сразу две новые школы. Школа номер три переедет в новое здание, в новый микрорайон, а ребята из отдаленного поселка Индиго впервые переступят порог школы, которая была сдана в эксплуатацию еще в апреле. Но из-за пандемии новоселье пришлось отложить. В этом учебном году школы региона получат поддержку из федерального бюджета в размере 12 миллионов рублей на организацию питания 2,5 тысяч учащихся начальной школы. А классные руководители с начала учебного года будут получать доплату от государства за классное руководство в размере 5 тысяч рублей. Для районов Крайнего Севера с коэффициентом. Региональная доплата в полторы тысячи рублей и также с районным коэффициентом будет сохранена. В педагогической конференции в Нарьинмаре также приняли участие представители собрания депутатов Ненинского округа, прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора и полиции.